В музее-дом ателье архитектора Фёдора Левчака проводится увлекательный квест «Маскарад» – игровая программа для молодёжи. Игра создана по мотивам драмы Михаила Лермонтова, а также театрального спектакля «Маскарад», премьера которого состоялась в канун февральской революции в 1917 году. Его создавал знаменитый художник Александр Головин и скандально известный режиссёр Всеволод Мейерхольд. К созданию игры сотрудников подтолкнула выставка Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Её основными экспонатами стали эскизы костюмов Головина к драме Лермонтова «Маскарад», созданные сто лет назад. Копии эскизов с разрешения Бахрушинского музея до сих пор находятся в экспозиции Ульяновского музея и используются в квесте. Основные события, которые происходили в драме Лермонтова, повторяются в игре. Однако игроки в силе изменить страшный конец драмы, где погибает главная героиня Нина, жена ревнивого Арбенина, бывшего карточного игрока Повесы и Кутилы. Наша задача – с вами спасти Нину и обнаружить интриганку Штар. Перед нами карта. Вся игра начинается с того, что в игорном доме происходит карточная игра, и каждый из вас получает карту. Она обозначает вашу игру, она обозначает вашего персонажа. Это может быть Пиро, это может быть Орликина или Бронесса Штрали, Нина, Арбенин, Зрездич, Шприх – это главные герои маскарада. Но ваша задача – ни в коем случае не говорить окружающим вас, кто вы. Ваша задача – сохранить эту интригу, сохранить до конца, пока мы все вместе с вами не обнаружим Бронессу Штрали. Итак, господа, игра начинается, и каждый из вас получает карту. Далее игроки, передвигаясь из комнаты в комнату, выполняют различные задания, чтобы найти подсказки. Только узнав ответы на 10 заданий, они смогут найти первую подсказку. С этого момента и начинается весь маскарад. Примерка маскарадных костюмов для девушек – одна из самых увлекательных моментов игры. Они тщательно подбирали к ним маски, характеризующие их персонажей. В одной из комнат девушек поджидала сама Бронесса Штраль, искусно плетущая интриги, которая, собственно, и является убийцей Нины. После выполнения всех заданий она вручила браслет. По произведению его потеряла на балу Нина. В последней комнате участников квеста встретил персонаж в черном длинном плаще и маске Бауты. Его слова звучали устрашающе. Несчастье! Несчастье будет с кем-то в эту ночь! Но слова Бауты не испугали игроков, и они продолжили игру. К сожалению, Нину им не удалось спасти, но шанс есть у вас. Но, встречая наших посетителей, молодых, энергичных, веселых, энтузиазмов, мы поняли, что нужно еще предложить игру для малых групп – 2, 3, 5 человек. И такой маскарад для небольшого количества посетителей мы создали. Игровая, веселая, молодежная программа, которая позволяет познакомиться с искусством, с культурой, в этом потрясающем особняке Федора Левчака в полной мере. И мы приглашаем всех в наш музей, на территории музея-заповедника Родин Ленина, музей-дом ателье архитектора Федора Левчака на наш маскарад. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.